Банки подставились, банки подставились, кредиты подешевели после снижения ключевой ставки ЦБ. 1. Газета «Коммерсант» номер 102 от 17 июня 2019 года, строение 8. Решение о понижении ключевой ставки закрепит тенденцию к уменьшению стоимости кредитов, уверенный в ЦБ. Участники рынка, как и ожидал регулятор, оперативно отреагировали на сигнал. Ряд банков уже приняли меры по удешевлению ипотеки и других розничных кредитов. ЦБ не исключает и дальнейшего понижения ставки. Однако, по мнению экспертов, в текущей рыночной ситуации большее влияние на уровень ставок оказывает конкуренцию между игроками, а не действие регулятора. Банк России 14 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 п. до 7,5% годовых. Это первое понижение ставки с марта 2018 года. В апреле-май ряд крупных банков сократили ставки по отдельным депозитным продуктам. Также начали снижаться ставки по ипотечным кредитам, отметила глава ЦБ Эльвира Набиулина. Принятое сегодня решение о снижении ключевой ставки, тот сигнал, который мы дали, закрепит эти тенденции. 7,5%. Составила ключевая ставка ЦБ после решения Совета директоров Банка России о ее снижении 14 июня 2019 года. Среди опрошенных твердый знак крупных банков несколько игроков действительно сообщили, что уже приняли решение о понижении процентных ставок. Промсвизбанк, ПСБ, в пятницу снизил ставки по ипотеке на 0,6%. П. Теперь минимальная ставка составляет 9,6% годовых, указал директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точиной. Также мы наблюдаем тренд на снижение ставок по кредитам и рассматриваем возможность снижения ставок по другим кредитным продуктам. В пресс-службе Уралсиба сообщили, что с 17 июня банк будет выдавать ипотеку от 5 миллионов рублей под 9,99% годовых. Сейчас средняя ставка – 11,9%. С 24 июня на 0,81,8ПП будут снижены ставки по стандартным ипотечным продуктам до 9,7%. По снижению ставки по трепкредитов решение пока не принято, добавили там. Мы прогнозировали понижение ключевой ставки, и поэтому 28 мая в рамках акции снизили ставки по ипотеке на 0,40,8ПП. Сейчас у нас минимальная ставка – 9,79% годовых в рублях, отметила начальник управления по продуктам и технологиям Альфа-банка Вера Полякова. Но и после завершения акции банк продолжит тренд на улучшение условий по ипотеке, в том числе на снижение уровня ставок. В Райфайзенбанке с 17 июня на 0,31ПП до 5,69% годовых понижается ставка по ипотечным кредитам в рамках госпрограммы для семей с детьми. О намерении в ближайшее время снизить ипотечные ставки также сообщили в Госпромбанке, не уточнив размер и сроки снижения. Как ЦБ объявил старт программы снижения ключевой ставки до равновесного уровня. Но уменьшение ставок кажется актуальным не всем участникам рынка. Активность потребителей в части кредитования очень высока, и снижение ставок сейчас не требуется, считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хатимский. В ВТБ, открытие и русском стандарте не исключают возможность изменения ставок, исходя из спроса и конъюнктуры рынка. В Сбербанке не комментируют ставки до их официального вступления в силу. ЦБ допускает и дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров, следующее состоится 26 июля, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. По мнению главного аналитика БКС премьер Антона Покатовича, ожидание дополнительных шагов по снижению ключевой ставки в этом году, вероятно, приведут к адаптации банками своих ставок. Ставки по кредитам, скорее всего, будут корректироваться вниз, но несущественно, на 0,20,3П. П, поясняет он, в течение лета ипотечные ставки могут снизиться до уровня 9,6-9,8% годовых. Средняя ставка по ипотеке в период за июль-декабрь 2019 года может составить 9,5-9,7%. Объемы выдач кредитов наличными бьют рекорды. Однако большие влияния, чем изменения ключевой ставки ЦБ, оказывают сейчас конкуренция между банками и уровень ставок сопоставимых игроков. В текущей ситуации в секторе значение ключевой ставки ЦБ уже не играет высокой роли в формировании ценовой политики банков. Это было актуально, только когда ставка ЦБ была действительно высокой, указывает аналитик ГК Лура Алексей Антонов. Сейчас скорее на поведение основных игроков будет влиять позиция конкурентов, а также социальная стратегия государства о необходимости принятия мер по последовательному снижению ставок по кредитам, в особенности ипотечным. В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на необходимость достичь государственную цель по ежегодному вводу нового жилья в размере до 120 миллионов кВ. М к 2024 году, один из действенных рычагов стимулирования отрасли, низкая ставка по ипотеке, которая должна к этому моменту опуститься до 8%, напоминает эксперт, указывая, что банки должны это учитывать. Светлана Самусева, Вадим Арапов Продолжение следует...